Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Все переросло в рукоприкладство, едва не закончившееся трагедией. Третьяк так рассверепел, что схватил нож и порезал жену. К счастью, он лишь ранил Яну. В настоящее время стражи порядка разбираются в случившемся и решают вопрос о возбуждении дела. Известно, что Третьяк и его супруга состоят в браке уже более 10 лет и воспитывают троих детей. Старшему отпрыску парень недавно исполнилось 9 лет, а младший появился на свет 21 ноября прошлого года. Напомним, на счету 42-летнего Третьяка несколько десятков ролей в кинопроектах, самыми популярными из которых являются сериалы «Улицы разбитых фонарей» «Пятницкий». В свою очередь Третьяк с 2006 по 2009 год был актером театра у Никитинских ворот, где сыгралась в спектаклях «Над пропастью воржи», «Нас не догонят», «Женское» и «Дневник Нины Костериной». В 2007 году Третьяк окончила Гитис и сыграла в сериалах «Завещание Ленина» и «Бешеное». В 2010 году Яна снялась в проекте «Стерва для чемпиона». Известность пришла к актрисе в 2011 году благодаря главной роли Кати в мелодраме «Материализация абонента». В 2016 году артистка сыграла одну из сотрудниц в сериале «Напарницы». Стоит отметить, что, наверное, сериал «Улицы разбитых фонарей» преследует злой рок. Ведь недавно в возрасте 53 лет в Санкт-Петербурге умер талантливый актер Дмитрий Бульба, которого зрители знают по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Дорожный патруль», «Ментовские войны». На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика. К сожалению, начиная с 2000-х годов, Дмитрий Бульба почти не работал по специальности. Время от времени начинал репетировать в каком-нибудь спектакле. Мелькал на небольших ролях в кино и сериалах. Но потом снова пропадал, замыкался в себе и не выходил на связь. Сегодня ночью его не стало, сказано в сообщении Санкт-Петербургского театра «Мастерская» на Facebook.